При засоре магистральной трубы канализации, канализация начинает поступать в подвалы. В подвалах вот эта называется ревизия, и она закрыта пробкой. И когда некуда деться к канализации, она начинает поступать в подвалы. Еще несколько дней назад в подвал пятиэтажки на советском 194А можно было зайти только в резиновых сапогах. Канализационные стойки стояли практически повсюду. Виной всему засорившиеся сети. Если здесь так называемая пробка выдержала и подвал залит лишь водостоками, то по соседству ее вырвало и наружу устремились фекальные массы со всеми отходами жизнедеятельности человека. Дело в том, что на участке канализационных сетей образовалась пробка, и все стоки ринулись в подвал дома. Незамедлительно жители вызвали представителей водоканала. С 8-9 сентября, когда у нас опять же произошел засор, они отказались прочищать, пока не будет оплачен счет. Суть спора такова. Представители ТСЖ и управляющие организации утверждают, что засоренный участок является канализационной магистралью, ведь включают в себя четыре объекта. Соответственно, траты на прочистку ложатся на водоканал, но никак не на собственников жилья. Люди платят тариф, который, в принципе, каждым годом, к сожалению, растет. И в этом тарифе как раз вот прочистка от этой идет бесплатно. А, например, вот нам пытаются еще вот за вот этот кусок сети выставить еще дополнительный платеж, чтобы мы заплатили содержание, как управляющая компания. Получается, люди тариф заплатили, еще с нас пытаются взять за то, что люди уже заплатили за прочистку данной сети. Естественно, данная сеть должна прочищаться бесплатно за счет тарифа. Канализация пришла в подвал, мы ее должны обеззаразить опять, значит, заплатить за обеззараживание данного подвала. Это, получается, тройные затраты, вместо того, чтобы содержать сеть в надлежащем состоянии. Вот и все. С подобной трактовкой в корне не согласны в водоканале. По словам представителей предприятия, сети, проходящие во дворе домов, не являются магистралью. Специалисты приводят уже свои доводы. Изначально по плану строительства этих домов было живых построен один участок, это по Щелкунова, построен второй участок, это по Советскому. Ну и согласие, подчеркиваю, согласие, значит, Советского 194 была подключена аптека. Вот. Все это, значит, выполнялось, ну, естественно, в советские времена, но аптеку подключали недавно, да. То есть уже во времена нашей действующей эпохи и перестройки. Значит, и, соответственно, по условиям подключения этих объектов было все выполнено. В том числе и по аптеке было выполнено бесплатно для жителей замена части их внутренних и наружных сетей. Решить проблему цивилизованным путем, сев за стол переговоров, невозможно, говорят все стороны, каждый стоит на своем. И так могло продолжаться долгое время. Поставить точку в конфликте интересов решили сотрудники прокуратуры. В межрайонной прокуратуре будет проанализирована информация, полученная от жильцов дома. И при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования в отношении виновных лиц, если таковые будут установлены. Как гласит известная басня Крылова, когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Вот и получается, пока не придут к единому мнению все стороны канализационного конфликта, мучения жителей не прекратятся. Андрей Жирин, Антон Карев, Новости провинции.